Добрый день всем, с вами я Санчес и в мультиках Pixar часто встречаются пасхалки и отсылки на другие мультики компании, но иногда нам попадаются целые герои и персонажи, которые нечаянно попали в кадр в другом мультике. Сегодня я вам покажу самые интересные скрытые пасхалки героев Pixar. Погнали! Первую пасхалку мы можем заметить на мультике Головоломка, все так же от той же студии. В момент, когда показывают взросление девочки, показывают момент в комнате Райли, когда она еще представляла, что все полы это лава. Нам тут стоит обратить внимание на журнал. И что же мы видим? Конечно же мы сразу начинаем вспоминать мультик Рататуй и милую девушку Калет, которая была напарницей главного героя в этом мультике. Раз ее публикуют о журнале, значит ресторан в Париже становится все успешнее и успешнее. Вторая довольно интересная отсылка нам попадается все так же в мультике Головоломка. Помните из истории игрушек одного нехорошего парнягу? По-моему его звали Сид. Его сложно забыть, ведь он ходил всегда в футболке с черепом. Позже уже в третьем мультике истории игрушек, то есть истории игрушек 3, мы его видим уже работающим мусоровозчиком. Его внешний вид конечно же довольно сильно изменился, но по футболке с черепом он все же узнаваем. Так вот, походу у этого Сида есть сестра, так как в Головоломке, когда Райли находится в школе, нам показывают кадр, где стоит девушка в точно такой же футболке с черепом, правда уже белой майке. Если вы все же думаете, что это не отсылка к истории игрушек и к тому нехорошему парню, тогда у меня есть для вас еще пару фактов. Присмотритесь на пятна камуфляжа у ее одноклассника. Ничего не замечаете? Конечно, это фигуры тех же самых персонажей из мультика истории игрушек. А что если она не сестра, а его девушка? Это уже думаете сами. Дальше интересную пасхалку мы можем встретить в мультике Холодное сердце. В одном моменте в толпе мы можем отчетливо увидеть Рапунцель. Видно они парочкой гуляли где-то неподалеку и нечаянно заскочили в кадр. В суперсемейке мы также можем увидеть нечаянно не туда, заехав с шерифа из мультфильма Тачки. В одной из сцен, когда проходит схватка, можно заметить слева припаркованного шерифа из тачек. В Валле прекрасно мультики про робота на свалке за кеглем и можем найти динозаврика, вернее, ну какой-то его силуэт и голову из истории игрушек. Надеюсь, в будущем его Энди не выкинет и вот такая судьба точно ждать не будет, что он будет лежать где-то там на свалке. В Артатуе, в одной из сцен, когда наш крысенок Рэми убегает, мы можем увидеть тень собаки. Это тень собаки Даг, говорящей собаке в мультфильме Вверх. И, конечно же, это ее силуэт. Ну и, наверное, самая интересная пасхалка находится в мультике Хороший динозавр. В одном кадре мы можем под водой заметить Хэнка. Это осьминог, так скажем, и друг Дори из нового мультфильма В поисках Дори. Наверное, он заплыл не в ту гавань и по ошибке залез в кадр. Вот такие иногда редкие кадры попадаются в мультиках и иногда можно заметить персонажей из совсем вообще других мультиков студии. Если вам понравился выпуск, то ставьте лайки, мне будет приятно. И пишите в комментариях, по какому мультфильму сделать интересные пасхалки. Ну вот и все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в паблик ВКонтакте и пока! Субтитры сделал DimaTorzok